Начну с проверки слухов. Я знаю, что у вас остались источники в Российской Федерации. Что там все-таки с Кадыровым? Потому что видим растерянность и очень много слухов. Ну, скорее всего, все-таки достаточно тяжелое состояние, тяжелая почечная недостаточность. По всей видимости, он находится на диализе в Центральной клинической больнице. Но насколько это уже критическое состояние, сложно сказать. Все-таки, как говорится, это мы увидим только после того, как что-то произойдет. Потому что, ну, даже, условно говоря, если ситуация близка к терминальной, мы об этом узнаем только постфактум. До того вряд ли мы будем иметь достоверную информацию. Поэтому пока мы можем говорить только о том, что состояние достаточно тяжелое. Интересно, вот этот постфактум во временном отрезке, каким долгим он может быть? Да, мы же помним, как долго тело Жириновского по российским моргам прятали, по московским. В случае с Кадыровым тут и вес побольше, да? Вполне возможно, что... Возможен же вариант, что он уже мертв, в принципе? Возможен. Не думаю, не думаю, потому что в случае с Кадыровым, как и, возможно, в случае с Путиным, как многие говорят, что, собственно, не надо быть Путину живым, вполне можно обойтись двойниками. Нет, вот в этих случаях долго это невозможно. Вот по какой причине. Потому что эта информация сразу разойдется, в данном случае, в Чечне. И все-таки другой человек, условный преемник Кадырова, он не настолько однозначно будет принят всеми для того, чтобы удержать ситуацию в Чечне. Более того, кроме Чечни есть еще соседний Дагестан, где ситуация сама по себе достаточно горячая. Все наблюдают за последнее время, как, так сказать, там происходят всякие протестные акции. Там много проблем и со светом, и с водой, с чем только там проблем нет. И во многом ситуация удерживается с помощью силовиков чеченских также. Если с Кадыровым что-то случится, может полыкнуть весь Северный Кавказ. И в этом смысле, мне кажется, долго скрывать смерть не получится. То есть, если и будет период Кадырова-Шрёдингера, то он будет коротким, да? Примерно как со Сталином. Да, там, несколько дней максимум. Хорошо. А что с властью делать тогда в Чечне? Путин, он неоднократно давал понять, что он не видит замены Кадырову. Большой вопрос, потому что сегодня в Чечне тоже диктатура, и во многом Кадыров удерживает власть исключительно силовыми способами. На самом деле, конечно же, для таких республик, как Чечня, гораздо более естественный способ правления – это парламентский, когда разные кланы, разные тейпы могут влиять на политику с помощью своего представительства в законодательном органе. Понятное дело, что Кадыров задавил все тейпы, кроме своих, но это же не означает, что их влияние полностью обнулилось. Всё равно люди остались, в том числе за границей люди остались. Поэтому я и говорю, что как только с Кадыровым что-то случится, ситуация в Чечне может пойти в разнос, и его сын не сможет её удержать, в отличие от самого Рамзана, как это произошло в своё время после того, как взорвали его отца. Ну и, скорее всего, этот разнос поддержат огромные деньги, вот эти финансовые потоки. Что будет с ними? Все эти миллиарды кэша от, начиная от торговли наркотиков, ну и до вполне легальных видов бизнеса. Они же помогали Кадырову и армию свою содержать, да? Насколько кровавым может быть вот этот раздел этих глобальных потоков, и возможно ли там начало большого криминального передела, который начнётся в Чечне, а затем распространится и на всю Россию? Ну, я бы сказала, на весь Северный Кавказ точно, и вот мне кажется, как раз большой криминальный передел там точно будет, вопрос же в другом. А насколько сохранятся московские вливания в Чечню, да, это будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, и не только в Грозном, но и в Москве, потому что по большому счёту дестабилизация Северного Кавказа, она может достаточно больно ударить и по пути. Из всего этого напрашивается вывод, что Путину смерть Кадырова на сегодняшний день невыгодна ни в коем виде. Конечно, невыгодно, но что поделать? Тут уже вопрос такой, да, ведь такие достаточно активные ходили слухи, что Кадыров ликвидировал даже своего личного врача, заподозрив его в отравлении себя. Да, и более того, собственно, после того, как эти слухи начали ходить, вживым его никто не видел. Поэтому, да, конечно, Путину это невыгодно, но что поделаешь? Если уже, что называется, наверху решение принято, то оно принято. Нет, ну здесь просто, там, кстати, не просто лечащего врача, этот лечащий врач Кадыров, он был целым министром здравоохранения Чеченской республики, да? Абсолютно верно. И слухи ходят о его пытках и о том, что его чуть ли не живьем закопали. Средневековый ужас какой-то, да. Да, и не просто министр здравоохранения Чечне, он должен был стать заместителем министра здравоохранения Российской Федерации. И вот тут-то Кадырова убедили в том, что он его отравил, и после этого его никто не видел. И вот тут-то карьера не задалась, да, с этого момента. Тогда вот смотрите, Путину невыгодна смерть Кадырова ни в коем виде. Это мы установили. Тогда важно понимать, насколько естественна смерть Кадырова на сегодняшний день. Ходят активные слухи о том, что его могли убрать ФСБ, например. Ну, кто-нибудь еще другой. То есть кто-то может убирать Кадырова для того, чтобы, ну, навредить, мягко говоря, Путина? Ну, не столько, чтобы навредить Путина, но чтобы расчистить дорогу себе. Да, потому что, понятное дело, что есть достаточно, может быть, мы не можем их перечислить по именам, но есть силы в России, которые понимают, что каждый лишний день Путина у власти все больше и больше сужает пространство маневра для каких-то будущих возможностей. И в этом смысле, конечно, я уверена, что желающих скорейшей ликвидации Путина достаточное количество внутри России. Если смерть Кадырова подвердится, вот она станет еще одним звеном в цепи событий, среди которых арест Гиркина, смерть Пригожина, но на настоящее или спальсифицированное, неважно, он списан со счетов, да? Введение цензуры для военных корреспондентов. Мне кажется, это звенья одной цепи, и называется это расправа над врагами. Да, конечно, только я все-таки еще добавила сюда до ареста Гиркина, как более значимое событие, собственно, марш Пригожина. Это тоже очень важная история, которая показала слабость режима. И, собственно, после этого понимание, да, то есть вот мы говорим про тот клан, который понимает, что необходимо убирать Путина как можно быстрее, да? И он увидел, насколько этот Путин слаб, что сначала Пригожин смог дойти почти до Москвы, а потом Путин был настолько неуверен, ведь на самом деле ликвидация Пригожина – это не просто расправа с врагами, это внесудебная казнь. То есть Путин настолько неуверен в том, что государственная машина работает так, как он скажет, что ему нужно было уничтожить самолет Пригожина ракетой ПВО, да, вместо того, чтобы как изначально, да, возбудили уголовное дело, посадили, так сказать, провели расследование, укатали на, там, я не знаю, на 25 плюс лет, да, и сиди Пригожин где-нибудь там, где ты еще недавно вербовал заключенных. Так ведь нет, надо было сбивать ракеты вместе со всей верхушкой ЧВК «Вагнер». То есть это настолько Путин неуверен в том, что его приказы будут выполнены, что надо ликвидировать сильных противников. Поэтому это такая сложная история. Это не только ликвидация врагов, но это и признак слабости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова